Приветствую вас, дорогие друзья, на нашем канале, где мы с вами обсуждаем новости политики, экономики, новости фондового рынка. И сегодня на вторник, 23 апреля, обсудим с вами последние новости из мира инвестиций. Поговорим о рынке Соединенных Штатах Америки, чего здесь стоит ожидать. Начался сезон отчетности, поговорим о том, какие бумаги довольно-таки серьезно будут влиять на индекс S&P 500 и технологический сектор NASDAQ. Поговорим с вами и о товарно-сырьевых рынках, потому что они напрямую зависят именно от Соединенных Штатов Америки. Поговорим и, конечно же, о российском фондовом рынке. Здесь довольно-таки много новостей и приятных, и неприятных. Это и новые санкции против российского СПГ, что вообще происходит в газовой отрасли Российской Федерации. Поговорим с вами точно так же о курсе доллара. Сегодня вышла новость об продлении указа об обязательной продаже экспортерами своей валютной выручки. У нас впереди ключевая ставка, чего ждать от риторики Эльвира Сахипзадовны-Набиулиной. Ну и точно так же обсудим последние корпоративные новости и поговорим, конечно же, о портфеле нашего закрытого VIP-канала. С вас по традиции лайк, подписка, пару слов в комментариях, в поддержку канала, а мы начинаем. Итак, дорогие друзья, по традиции все наши видеообзоры мы с вами начинаем с ситуации на фондовых рынках. Но прежде чем говорить о них, не забудьте подписаться на наш телеграм-канал, наведя свой смартфон на данный QR-код, или же перейдите по первой ссылке в описании и в закрепленных комментариях. Уже в это воскресенье, 28 апреля, пройдет очередной большой прямой эфир, где я в течение часа-полутора отвечаю на все ваши вопросы. Ну и как показывает практика последних нескольких месяцев, те прогнозы, которые даются на предстоящую торговую неделю в рамках прямого эфира, они сбываются. И вот очередной прогноз, который мы обговаривали в рамках прямого эфира позавчера, в воскресенье 21 апреля, они вновь сбываются, в частности, по поведению нашего российского фондового рынка. Поэтому переходите по первой ссылке или в описании и в закрепленном комментарии. Точно так же там довольно-таки много полезных новостей. Я выкладываю туда сделки с нашего закрытого вип-канала, свои какие-то торговые идеи, свою какую-то дополнительную аналитику по рынку. Ну и плюс сейчас идет набор, кстати, в наш вип-канал. Ну а переходя к фондовым рынкам, стоит отметить, что ситуация сейчас на рынках неоднозначная. Мы с вами видим и ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Китайские индексы продолжают находиться в довольно-таки таком широком боковике. И из этого боковика пока выйти они никак не могут. Поэтому останавливаться на китайских площадках в текущей ситуации мы не будем. Хотя Китай сегодня нет-нет, да мы будем затрагивать, когда будем говорить о российском фондовом рынке. Ну а перенесемся за океан в Соединенные Штаты Америки. И вот здесь ситуация как раз-таки довольно-таки интересная складывается. На прошлой неделе в пятницу индекс СНП 500 закрывался ниже отметок в 5000 пунктов. И многие подумывали о том, что начинается довольно-таки серьезная коррекция. Мы с вами на прошлой неделе уже эти моменты обсуждали. И говорили, что наконец-таки до игроков в Соединенных Штатах начинает доходить то, что Федеральная резервная система США свою ставку понижать на майском заседании уже точно не будет. Ну и точно так же в прошлом нашем видеообзоре, кто не смотрел, обязательно посмотрите. Там очень подробно мы об этом говорили. Возможно даже Джером Пауэлл и вовсе не то, что не начнет снижать ставку, а если инфляция начнет вновь продолжать свой рост, то конечно же возможно то, что и ставка будет повышена. Повышена об этом, кстати, говорил и Рафаэль Бостик, да, президент Федеральной системы Атланты. Он говорил о том, что экономика сейчас, показываю, довольно-таки, ну она довольно-таки сильная. И если инфляция будет переходить в рост, то тогда ФРС может просто-напросто и еще один раз повысить ставку. Это, конечно же, довольно-таки серьезный негатив для товарно-сырьевых рынков, в частности для рынка нефти, но и одновременно для драгоценных металлов. Мы с вами видим, да, что на протяжении уже второй сессии подряд золото показывает довольно-таки стремительное снижение. От 2 400 мы откатились к уровню 2000 фактически 300. За два дня падение составило более 4%. Но здесь довольно-таки все просто объясняется. Это, конечно же, деэскалация конфликта на Ближнем Востоке. Мы с вами помним, да, после того, как Иран 1 апреля нанес удар по консульству Сирии в Дамаске, начала разрастаться такая довольно-таки серьезная напряженность в том регионе. Ожидали ответы Ираны, мы получили этот ответ и думали, что будут еще более какие-то серьезные действия. Исраиль в прошлую пятницу нанес ответный удар по Ирану. Но здесь все-таки восточная мудрость, да, Иран поступил мудро. Он сказал, что никаких серьезных повреждений израильская атака не нанесла их республике. И поэтому в ближайшее время ответа ждать не стоит. И они не хотят эскалации конфликта в этом регионе. Конечно же, после того, как Иран заявил, что очередного ответа наноситься не будет, то есть напряженности не будет. И черное золото пошло вниз, и само золото, и сами драгоценные металлы тоже пошли вниз. Потому что именно когда какие-то геополитические риски, все стараются всегда, конечно же, припарковать на свои денежные средства в каких-то тихих бухтах, тихих гаванях, которыми испокон веков является еще и золото. Но те же самые товарно-сырьевые рынки находятся в негативной динамике. Мы с вами видим, что и золото падает, и серебро, и медь, и нефть. Но если мы посмотрим просто на все, то все находится в снижении. Это как раз таки из-за того, что Федеральная резервная система США в ближайшее время понижать ставку и не собирается. Конечно же, на следующей неделе мы будем слушать внимательно Джерома Пауэлла, его большую пресс-конференцию. Почитаем риторику Джерома Пауэлла, когда будет пресс-релиз выходить. Но я лично считаю, что Джерома Пауэлл очередной раз будет говорить очень и очень много. Но не по существу. То есть нальет очень много воды. Ну а единственный посыл, который он даст, что необходимо еще больше времени, еще больше данных для того, чтобы все-таки принять более мягкую денежно-кредитную политику. До этих пор, конечно же, и товарные рынки будут снижаться, но и сам S&P 500 будет находиться сейчас под давлением. Это один из худших месяцев в году. Априр вот этот получился за долгое время в истории. Обычно коррекционное движение начинается в мае. Даже есть поговорка «Пришел май, продавай». Но вот сейчас, конечно же, после такого бешеного роста необходимо остудиться американскому рынку. И, скорее всего, здесь ближайшая цель 4 800. Но я лично считаю, что снижение будет продолжаться, потому что и на летних заседаниях ФРС ставку понижать не будет собираться. И ближайшее понижение, если оно и будет, то лишь в сентябре месяце, как раз под выборы президента Соединенных Штатах Америки, которые в этом году пройдут 5 марта. Конечно же, для американского фондового рынка важнейшим фактором будет являться сезон отчетности. На прошлой неделе мы с вами увидели, как отчитывался финансовый эффект, а точнее банки. Большая часть банка подчиталась довольно-таки неплохой, и задает такой тон на весь сезон отчетности. Эта неделя богата на отчеты. Там сегодня, в частности, будет Тесла отчитываться, завтра у нас IBM отчитывается, сегодня там Visa будет отчитываться. Внимательно стоит посмотреть, конечно же, и за Амазоном, и за Майкрософтом, и за Фордом. Но все эти моменты я специально пишу ребятам в нашем премиум-чате. Мои постоянные зрители знают, что я люблю поспекулировать на отчетах. Это такая своеобразная рискованная спекуляция, но, как показывала практика всех прошедших лет, она всегда очень и очень хорошо помогает нам зарабатывать. Кстати, если вы хотите попасть к нам в наш вип-канал, условия будут сегодня опубликованы в нашем телеграм-канале. Переходите по первой ссылке в описании и в закрепленном комментарии, или же переходите на свой смартфон на данный QR-код. Ну, а потихонечку из-за океана мы с вами будем переноситься уже в нашу родную песочницу, в индекс московской биржи. И здесь мы с вами наблюдаем как раз таки, что именно те прогнозы, которые давались в рамках прошедшего прямого эфира, запись прямого эфира доступна участникам нашего вип-чата, вип-канала. Я говорил, что, скорее всего, мы потрогаем очередной раз уровень 3.480, 83.485, и от этого уровня будет происходить второй откат, ближе к отметкам 3.400, 3.450, и уже оттуда вновь попытаемся все-таки идти наверх. Сейчас именно такое и происходит. Индекс московской биржи на момент съемки видео теряет почти полпроцента, но здесь как раз таки играет еще и тот фактор, прошу прощения, что сегодня с утра вышла новость о том, что, скорее всего, указ об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, который заканчивает свое действие 30 апреля, будет продлен до конца года, но пока точной информации нет, потому что правительство выступает за то, чтобы этот указ был продлен, а вот Центральный банк, в частности его глава Элиера Сахимзадовна Небюлина, против того, чтобы экспортеры продавали большую часть своей валюты, валютной выручки. Здесь она объясняет это тем, что последствия будут просто-напросто необратимыми. Да, прошлой осени это была необходимая мера, когда было паническое настроение, но сейчас механизм более или менее отрегулирован, и, конечно же, продление данного указа сейчас просто-напросто не требуется. Но, учитывая тот фактор, что слух пошел, и мы с вами видим, что сам курс доллара по отношению к рублю идет на снижение, мы пробили вновь поддержку, вот эта, которая была в курсе доллара, 93.15-93.20. На момент съемки видео мы с вами видим, да, что курс устремился к отметке в 93, и, скорее всего, сегодня будет закрываться ниже, тем более сейчас еще у нас идет и налоговый период. Но это все мы с вами тоже обсуждали много раз ситуацию с курсом доллара. У нас стартует дивидендный сезон, уже в мае месяце у нас предстоят довольно-таки интересные дивидендные истории, в частности, там и Московская биржа будет, и Банк Санкт-Петербург. Ну вот, самые хорошие дивидендные истории я вам покажу вот на этой табличке, посмотрите обязательно. Ну а еще одним из драйверов падения, которое сегодня является, это, конечно же, объявление дивидендов от Сбербанка. Итоговые дивиденды по 2023 году наш большой зеленый банк заплатит 33 рубля 30 копеек, и это немного ниже тех ожиданий, которые предполагались, ожидалось, что более 33,5 рубля, а то и 34 рубля Сбер заплатят. Но вот все-таки такая сумма, она немножко разочаровала инвесторов, и мы с вами видим, что акции Сбера падают более чем почти на 2%, от 316 до 310 рублей. Вот в момент съемки видео акции Сбера торгуются как раз-таки на уровне 309 рублей и 81 копейка. Ну а мы с вами знаем, что Сбербанк сейчас стала главной народной акцией в портфелях частных инвесторов, в свое время это место занимал Газпром, и, соответственно, если Сбербанк идет вниз, то и индексу московской биржи довольно-таки тяжело показывать рост. Сегодня, к слову сказать, были дивиденды, объявленные еще от одного крупного игрока на российском рынке, это нефтянка, это Татнефть объявила дивиденды 25 рублей 70 копеек, и вот здесь как раз-таки лучшее ожидание. Многие скажут, что довольно-таки скромные дивиденды, и здесь я хотел бы немножко остановиться и сказать, что это итоговые дивиденды. Татнефть уже платила промежуточные дивиденды, и таким образом она просто закрывает то, оставшаяся часть 2023 года. И я не собираюсь от этой акции избавляться из портфеля нашего вип-канала. К слову сказать, как ведет себя портфель нашего вип-канала на утро вчерашнего дня, и портфель обгоняет вовсе индекс более чем на 4% только лишь за одну неделю. И даже сейчас, когда индекс идет на снижение, портфель наш все равно растет, но об этом чуть-чуть попозже будем говорить. Конечно же, дополнительный фактор, который сейчас давит на котировки индекса московской биржи, это предстоящее заседание Центрального банка Российской Федерации, которое пройдет предстоящую пятницу, 26 апреля, в час 30 по Москве. Мы с вами узнаем, какая ставка будет. Но здесь, на самом деле, никаких неожиданностей ждать не приходится. Ставка, скорее всего, будет оставлена без изменений. И самое главное, будет послушать риторику Эльвира Сахем задавны Набиулиной. Потому что сейчас мы с вами наблюдаем следующий момент. Экономика Российской Федерации растет. И здесь еще один необходимый момент, и небольшую остановку стоит сделать, что тот же самый министр финансов Антон Силуанов сказал, что ВВП России по итогам 2024 года обгонит данные 2023 года и составит более 3,6%. Да, здесь много можно спорить, почему ВВП растет. Ну, мы с вами много раз разбирали, что это, конечно же, за большей части от военно-промышленного комплекса. Довольно-таки серьезные расходы идут на оборонку, и год от года они лишь будут расти. Второй момент, почему ставка будет оставаться без изменений, это, конечно же, то, что инфляция в Российской Федерации год к году показывает все-таки рост. И дошла до уровней, фактически, 7,8%, а если быть точным, 7,79%. Но вот здесь есть все-таки ложка меда в бочке с дегтем. Это, конечно же, инфляционное ожидание. На прошлой неделе с вами говорили, что за март месяц они упали более чем на 0,5% и с 11,5% до 11%. И на этот фактор обязательно, конечно же, тоже обращает Эльвира Сахипзада на Набиулина, потому что данные, которые мы получаем по инфляции, это уже факт, а вот ожидание – это уже будущее. И зачастую как раз-таки экономисты и инвесторы обращают внимание именно на то, что уже будет. Но все-таки я ожидаю, что ближайшее снижение, если и будет происходить, то на июльском заседании, а, скорее всего, точно так же, как и в Соединенных Штатах Америки, ставка будет понижена лишь в сентябре месяце, когда установится более устойчивый тренд на снижение инфляции. К тому же мы с вами видим, что потребительское кредитование растет, а это одна из проблем, на которые всегда указывает Эльвира Сахипзада на Набиулина, то, что она хочет, чтобы население перешло от модели потребления к модели накопления. Даже высокие ставки по кредитам в текущий момент не пугают население. Но, с другой стороны, это позитив все-таки для того же самого банковского сектора. И тот же самый Герман Греф отмечает, что Сбер в этом году, скорее всего, переплюнет результаты рекордного 2023 года. Поэтому, немножко возвращаясь к Сбербанку, стоит отметить, что избавляться от данной акции не стоит. И, наверное, уже в ближайшие полгода, а то и год, акции могут достигнуть отметок 405-430 рублей. Это довольно-таки серьезный рост, поэтому эти акции в портфеле все-таки я советую все-таки оставлять. Но не являются индивидуальной инвестиционной идеей. Мы каждый с вами торгуем своей головой. Но удержание ставки, конечно же, будет негативным фактором являться для индекса московской биржи. Но, одновременно с этим, это будет оказывать поддержку рублю. Говорить о том, что рубль у нас будет довольно-таки серьезно ослабевать, даже несмотря на то, будет указ продлен или нет. Мы с вами много раз об этом говорили, что на курс рубля сейчас будет оказывать довольно-таки серьезное давление. Ну, точнее, не давление, а наоборот, на доллар будет оказывать серьезное давление именно дивидендный сезон, который в России у нас фактически и стартовал. Но немножко все-таки и о негативных моментах поговорим, и потом перейдем все-таки к корпоративным новостям, к корпоративным событиям. Это то, что был анонсирован новый санкционный пакет, по-моему, 14-й от Евросоюза. И здесь необходимо отметить следующий фактор. Министр иностранных дел Швеции предлагает все-таки полностью запретить экспорт российского СПГ в Европу. И здесь как раз-таки довольно-таки серьезные проблемы могут возникнуть на нашем российском фондовом рынке. У нашей одной из крупнейших компаний, я говорю, конечно же, про Новотека. Как российский СПГ в Европе занимает второе место после США, и США в текущий момент физически будут не способны нарастить поставки СПГ в Старый Свет. И, конечно же, это будет довольно-таки серьезным моментом, и Европа может столкнуться с довольно-таки серьезным кризисом энергетическим. Об этом говорят уже многие чиновники из Евросоюза. И к тому же мы с вами прекрасно понимаем, что трубопроводный газ, который поступал раньше в Европу, и Россия была лидером по поставкам трубопроводного газа в Европу, сейчас снизились до уровня начала 1970-х годов. И тем более еще мы с вами прекрасно понимаем, что в 2024 году заканчиваются контракты с Украиной. И, скорее всего, Украина продлевать контракт не будет. Соответственно, газа в Европе будет становиться меньше, и цены на газ подскочат, и экономика и Старого Света просто-напросто может не выдержать. Но то, что это у них творится в Старом Свете, нас меньше всего волнует, все-таки проблемы у Новотека могут возникнуть. Я еще раз повторюсь, только с Ямал СПГ три четверти поставок идут на Европу. Чтобы перенаправить такие объемы, нужно вновь найти, конечно же, потребителей, и пересмотреть логистику. Поэтому акции Новотека, конечно же, я все равно продолжаю держать. Это одна из крупнейших наших компаний. Но ожидать здесь какого-то скорейшего роста я бы все-таки не стал. Ну, а теперь давайте обратимся в сторону другого нашего крупного газового гиганта. Это, чтобы посмотреть на наше народное достояние на Газпром. То вот здесь как раз-таки дела обстоят довольно-таки неплохо. Хотя мы с вами прекрасно понимаем, что экспорт трубопроводного газа в Европу сократился до уровня 1970-х годов. И, скорее всего, экспорт российского газа продолжит сокращаться, потому что у нас заканчивается контракт с Украиной в 2024 году. И, скорее всего, продлеваться он уже не будет. Но здесь обязательно стоит отметить и следующий фактор. То, что Российская Федерация, точнее наше народное достояние, обогнала тот же самый Туркменистан. И Россия стала лидером по поставке трубопроводного газа в Поднебесную. Это довольно-таки позитивный момент. Мы с вами знаем, что у нас строятся еще дополнительно два новых газопровода. И в ближайшие годы они, конечно же, достроятся. И, соответственно, экспорт газа в Поднебесную будет увеличен. Очень понятное дело, что с большущими скидками мы будем продавать в Китае газы. И здесь еще один момент, который обязательно стоит отметить, раз говорим про Россию и Китай, что уже сразу после инаугурации Владимира Владимировича Путина первый государственный визит, который он нанесет, это будет к товарищу Си. И всегда вот эти визиты, встреча двух лидеров довольно-таки важный фактор. Всегда происходят какие-то геополитические моменты после их встречи. Это такие сверки часов будут проводиться. Но, скорее всего, будут заключены дополнительные и новые контракты. Поэтому списываться счетов тот же самый «Газпром» бы я не стал. Я лично держу идею «Газпрома» как хорошую дивидендную историю. Он может стать одним из лидеров дивидендного сезона 2024 года. Напомню, да, тех, кто не знает, кто недавно стал заниматься торговлей на фондовом рынке, что итоговые дивиденды за 2022 год наше народное достояние не платило. Соответственно, есть денежные средства. Мы с вами прекрасно понимаем, что те же самые дивиденды от «Газпрома» идут и в бюджет Российской Федерации. А мы с вами знаем, что расходы России увеличиваются. После послания Федеральному собранию Путина еще дополнительные национальные проекты. Деньги, бюджеты необходимы как воздух. Соответственно, можно ожидать и выплаты дивидендов. Многие скажут, что раз экспорт газа не идет, да, и выручка по экспорту газа на текущий момент у «Газпрома» падает, то из чего он будет платить? Здесь напомню, что у «Газпрома» довольно-таки много дочек, которые платят дивиденды. И за счет этого он пополняет свою прибыль. Одна из главнейших дочек – это «Газпромнефть». И мы с вами прекрасно знаем, что по капитализации «Газпромнефть» даже чуточку, но обгоняет свою головную компанию. Поэтому здесь можно ожидать хороших дивидендов. Порядка 22-24 рублей – это я ожидаю. Ну а мнения аналитиков и вовсе здесь разнятся от 20, аж чуть ли не до 28 рублей. В конце апреля, начале мая месяца мы с вами узнаем решение совета директоров по дивидендам. Обычно совет акционеров проходит в июне месяце в конце, а вот совет директоров в ближайшие две недели должен пройти. И все-таки вот эта ситуация с дивидендами у нас выяснится. Конечно же, сделка довольно-таки рискованная – ожидать чисто и брать их чисто под дивиденды. Ну, как говорится, берем на ожиданиях, продаем уже на фактах. И цели по как раз-таки «Газпрому» я ожидаю 195-198. Это вполне реализуемые цели. Ну а на пике новостей, если будут выплачены дивиденды, если они будут примерно в том диапазоне, про который я вам говорю, то можем и пробить вновь уровень 200 рублей. Но сейчас важнейшим уровнем для «Газпрома» является как раз-таки уровень 170-172. И если это сопротивление будет пробито, то смело можем идти и уже и покорять вершины 178-182. И потом уже стартовать на уровень 190 рублей и больше за одну акцию нашего народного достояния. Это что касаемо именно «Газпрома». Немножко еще о санкциях стоит упомянуть. Негативная динамика с точки зрения санкционного пакета 14-го, про который мы говорили в рамках «Новотека», может сыграть злую шутку и с акциями «Сопком флота». Здесь мы тоже ожидаем довольно-таки щедрых дивидендов по итогу 2023 года. Но 14-й пакет санкций будет включать и ужесточение как раз-таки мер борьбы именно с теневым флотом Российской Федерации. Мы с вами знаем, что довольно-таки серьезный теневой плот у нашей страны имеется. Мы находимся новые и новые способы обходить западные санкции, в частности санкции касаемо наших морских перевозок. А морские перевозки имеют довольно-таки серьезное значение. Конечно же, на этом мы с вами сегодня видим снижение акции «Сопком флота». Но таргет по ним я продолжаю сохранять в районе 150-150 рублей именно во время дивидендного сезона. Ну а порадовало как раз-таки нас, с участниками нашего вип-канала. Это акции «АФК-система», которые меньше чем за две недели показали рост больше, чем в 15%. И рост продолжается. Вчера мы с участниками чата выполнили очередную цель. Это 26 рублей 88 копеек. Об этом я писал в нашем телеграм-канале. Идея была озвучена еще давненько по данной акции. Поэтому не забывайте подписываться на открытый телеграм-канал, а лучше вступайте в наш вип-чат, где я показываю все свои сделки, даю аналитику участникам нашего вип-канала, вип-чата 24 на 7 в онлайн-режиме. Здесь мы ставим с вами таргет в районе 30-32 рублей по данной акции. Конечно же, драйвером роста в последние несколько дней это стало предстоящее IPO МТС Банка. Акции МТС Банка начнут торговаться на московской бирже, если я не ошибаюсь, уже послезавтра, 25 апреля. Я ожидаю, что IPO пройдет успешно, хотя лично я не участвую. Но вот некоторые участники нашего вип-канала участвуют, но я не участвую по другим соображениям. Здесь об этом говорить уже и не буду. Но акции показывают существенный рост, цели достижимы. Мы брали акцию по 15.95, соответственно, рост уже более чем на 70%. И я считаю, что в ближайшее время, может быть даже к осени, учитывая, что у АФК-системы еще 2 или 3 IPO на осень запланированы, цели 100%, учитывая еще и небольшую выплату дивидендов, конечно же, осуществимы. Я всегда, ребята, в чате пишу, вот табличку, которую вы видите в открытом канале, она не полная. Там всегда присутствует цель 1, цель 2, цель 3, то есть ближняя, средняя и долгосрочная. Но вот к долгосрочной цели, я думаю, к концу лет, к началу осени 2024 года мы все-таки придем. Точно так же нас радуют акции Global Trans, которые тоже выполнили долгосрочную цель по 840. И в ближайшие дни я буду перерасматривать цели. Здесь таргет, скорее всего, мы можем ставить на уровень 1100-1120, но это на протяжении 2024 года. Несмотря на то, что Global Trans не платит дивиденды, но мы с вами знаем, что руководство компании говорило о том, что основной прерогативой является делиться со своими акционерами прибылью, как только полностью закончится переезд в более дружественные юрисдикции. Ну и к тому же, да, мы с вами вчерашние новости все вспомним и смотрели, когда Путин и президент Азербайджана Али встречались с ветеранами строительства БАМа, Байкало-Амурской магистрали. Путин отметил довольно-таки серьезно, что данная магистраль очень важна для России, что через нее проходит довольно-таки существенный товарооборот. Соответственно, стоимость вагонов продолжает расти. Ну а от этого как раз-таки и будет выигрывать Global Trans. Советую вам рассмотреть данную идею. Конечно же, мы вчера с вами увидели отчет EX5 Retail Group, который очень нас сильно порадовал. Но говорить пока что о ней не приходится, потому что даже руководство компании сказало, что ожидает, что торги возобновятся в данной акции не раньше, чем, скорее всего, к середине осени. Но мы с вами прекрасно видим, что, судя по отчету, который она показывает, выручку у них растет. У меня данной акции в портфеле нет. У меня есть другой крупнейший Retail в России. Это Magnit. Magnit в прошлом году испытывал довольно-таки серьезные проблемы. Мы с вами помним, да, как они могли быть исключены из индекса Московской биржи. Но Magnit справился со своими проблемами, провел выкуп у нерезидентов. К слову сказать, у нас крупнейшая компания «Лукоил» держит этот козырь в рукаве. И в любой момент этот козырь будет до 100. Правительство разрешило привести этот обратный выкуп. Соответственно, в «Лукоиле» мы тоже имеем драйверы хорошие для будущего роста. Но Magnit тоже показывает неплохие финансовые результаты. И очередные таргеты по 8200 были выполнены уже на прошлой неделе. Здесь целями стоит 8800, 9100 на акцию. К тому же, учитывая, что Magnit может заплатить итоговые щедрые дивиденды в районе 800-900 рублей на акцию. Тоже присмотритесь к данной компании. Небольшим разочарованием отчасти стала, да, эта компания Astra, которая провела СПО. Но акции довольно-таки серьезного падения не показали. И здесь стоит объяснить, почему. Потому что с помощью СПО они увеличили свой приплоут. И таким образом уже к сентябрю месяца 2024 года Astra может войти в первый котировальный список московской биржи. Соответственно, крупнейшие фонды будут закупать данную компанию. Здесь мы ожидаем хорошего роста. Astra является довольно-таки серьезной компанией на IT-рынке. Поэтому к данной компании в текущий момент я бы, наоборот, советовал присмотреться, как пока в ней наметилась коррекция. Еще одна акция, которую я хочу себе прикупить в портфель нашего закрытого премиум-чата. Это акции РусАгро, которые вчера показали хорошие финансовые результаты. Их выручка увеличилась на 42%. Об этой акции мы не так давно говорили в наших прошлых обзорах. Поэтому здесь повторяться не буду. Компания полностью переориентировалась на азиатские рынки и довольно-таки успешно с этим справилась. Компания лишний раз только лишь будет увеличивать стоимость. И здесь можно ожидать таргета такого характера, где 1700-1850. Существенный рост можно увидеть. Я, наверное, в ближайшие несколько дней данную компанию к себе в портфель добавлю. Но нужно иметь понимание, что денежные средства, они ограничены. Скорее всего, от чего-то придется все-таки в портфеле отказываться. Ну и еще одна небольшая ложка дегтя будет. Это, конечно же, акции моей любимой компании. Самые любимые на российском фондовом рынке. Несмотря на все сложности, которые у этой компании имеются, это акции норильского никеля. Мы с вами увидели, что доходы сократились на 20% по отношению к досанкционным временам. Но здесь как раз-таки Потанин отмечает, что частичный переезд производства в Китай к 27-му году, возможно, поможет все-таки пройти вот эту черную полосу. Да, компания не будет платить дивиденды за 2023 год, но от них этого в текущих реалиях никто и не ожидал. Данную компанию стоит держать именно с точки зрения инвестиционной. Напомню, у норильского никеля довольно-таки неплохая торговая корзина. А, соответственно, они являются мазополистами по многим редкоземельным металлам. И полностью списать норильский никель со счетов западные, так называемые в кавычках наши бывшие партнеры, никак не смогут. Поэтому думаю, что в течение года норильский никель справится со своими проблемами. И потом вновь станет хорошей дивидендной историей, как это было и ранее. Но в текущем году эту акцию просто стоит держать. Она находится на своей поддержке. Особо сильного падения уже по данной компании я не жду. К тому же она не так давно стала более доступна для простого рядового инвестора. И это, скорее всего, будет привлекать к ней новый и новый капитал. Ну и, конечно же, не обойдем стороной, говоря про МТС-банк. Нужно отметить, что и акции самой компании МТС показывают существенный рост. Конечно же, большая часть роста происходит благодаря тому, что выходит МТС-банк. Но МТС-банк уходит отдельно совершенно компании. Как таковой на МТС оказывать воздействия не будет. Да, это хорошая дивидендная история еще в этом 2024 году. Но компании растет долговая нагрузка. И оставлять ее в дальнейшем после дивидендного сезона я не собираюсь. Даже оставаться на дивидендах данной компании я не буду. Но где и как и какие цели по данной компании, я, конечно же, все это говорю участникам нашего закрытого ВИП-канала, в который вы можете вступить, перейдя по первой ссылке в описании или в закрепленном комментарии. Там сегодня вечером будут опубликованы условия. По времени набор очень ограниченный. Всего лишь несколько дней у вас осталось. Но и МТС, соответственно, тоже очень и очень мало. Но, как показывает практика, аналитика нашего канала сбывается на 80-90%. Она одна из лучших. Точнее, прогнозы наши сбываются. Аналитика одна из лучших. Напомню, что это один из немногих YouTube-каналов, который рекомендовал вкладываться в золото, когда оно еще стоило 1700-1720. Набирайте, говорил я, тогда еще вам золото добычек и будет вам счастье. Те, кто послушали, сейчас уже могут фиксировать свою прибыль, потому что мы с вами в первом части видео про золото проговорили. Сейчас ждет небольшая коррекция. Но геополитическая напряженность никуда не исчезла. И то, что происходит на Ближнем Востоке, это лишь затейшие перед бури. Я думаю, что эскалация конфликта все равно там в ближайшие месяцы будет происходить. Поэтому приход будущего, ну, если придет Дональд Трамп на пост президента Соединенных Штатов по Америке, я надеюсь, что это так и произойдет. Вновь усилит давление на тот же самый Иран. Ну, и конфликтация с главным союзником США по на Ближнем Востоке Израиле, она будет продолжаться. Поэтому золото в любом случае пойдет наверх. Мы с вами прекрасно понимаем, что ФРС может начать снижать ставки, послушаем, на следующей неделе Джерома Пауэлла. Поэтому переходить к фиксации я бы здесь просто-напросто задумался на ваше месте. Ну, и к тому же тот же самый Полис, тот же самый Селегдар, они, это не просто компании, да, которые ассоциируются с золотом, но это компании, которые неплохо уже и заработают, и будут лидерами дивидендного сезона следующего, 25-го года. Ну, и какие-то дивиденды они заплатят и в этом году, и будут занимать достойное место в дивидендном сезоне 24-го года. Поэтому здесь я бы, наверное, просто фиксировал прибыль, а не фиксировал бы полностью позицию, что такое фиксировать прибыль, или что такое фиксировать позицию, я объясняю участникам нашего ВИП-канала. Подведя итоги, да, нашего видеообзора, стоит отметить, что на американском фондовом рынке очень многое будет зависеть от, конечно же, отчетов. В четверг мы с вами узнаем данные по ВВП за первый квартал, и, скорее всего, данные не самые лучшие будут, и это может послужить хорошим поводом для продолжения коррекции. К тому же, да, ожидать снижения ставки, что лишний раз бы послужило драйвером роста на американском рынке, сейчас не стоит, поэтому основное движение вниз, цель 4,800 минимально, а то и 4,700 и 4,600, да. Ну, ждем отчеты, мы с вами про них тоже уже сегодня с вами проговорили. Если говорить про ставку Центрального банка России, которое заседание пройдет 26 апреля, в пятницу, здесь неожиданности поставки нет, единственное важное услышать риторику Эльвира Сахим-Задовны-Набиулина, и, скорее всего, будет задан вопрос ей про вот этот указ, который заканчивает действие 30 апреля на следующей неделе. Ее мнение, а это не последний человек в экономическом блоке Российской Федерации, к ее мнению, прислушиваются недаром, да, Путин рекомендовал именно ее оставить на посту главы Центрального банка, поэтому послушаем внимательно, что она будет говорить по поводу курса доллара. Но все равно в ближайшее время мы с вами ожидаем то, что курс доллара пойдет на снижение, это и налоговый период, и дивидендный сезон, ну и, не дай бог, все-таки продление указа в обязательной продаже валютной выручки. Но таргет на конец года я в любом случае сохраняю, это минимально 98 рублей, но, скорее всего, 105-107 рублей за один американский доллар мы с вами увидим. На товарно-сырьевых рынках в ближайшее время я пока что позитива не ожидаю, здесь мы с вами видим долгожданную коррекцию, которая тоже и должна была происходить. По российскому фондовому рынку, если говорить, то мы двигаемся в рамках тех прогнозов, которые мы давали в рамках большого прямого эфира позавчера, 21 апреля. Запись этого эфира есть у участников чата, и они это могут подтвердить. Те прогнозы, которые я даю в эфире, которые я дублирую, и дополнительную информацию даю в рамках веб-канала, она и ситуация на рынках происходит именно таким образом, про который я вам и говорю. Поэтому присоединяйтесь к большому эфиру в будущее воскресенье, 28 апреля, в 15.00 по московскому времени. Поэтому мы можем трогать поддержку 3400-3450 и потом смело развернуться наверх. Сейчас мы видим с вами небольшую такую негативную реакцию физиков, в частности на те же самые дивиденды Сбербанка, про которые мы с вами уже сегодня говорили. Но сильного падения не ожидаю, возможно опять уход на 305-306 рублей. У кого акций Сбера нету, можете купить их себе в портфель. Ну а говоря о наших корпоративных событиях, просто-напросто пересмотрите, здесь уже повторяться не буду. Единственное скажу, что портфель нашего веб-канала обгоняет индекс более чем на 13%. И даже сейчас, когда индекс падает, портфель все равно по своей стоимости продолжает расти, потому что грамотное формирование портфеля это самое основополагающее. Я всегда говорил, что долгосрочный инвестор всегда выиграет перед краткосрочным спекулянтом. Спекулянта торгуют здесь сейчас и в любом случае терпятся убытки. А если грамотно диверсифицирован ваш портфель, в чем я как раз-таки помогаю участникам нашего чата, где у некоторых доходность составляет только лишь за последние несколько месяцев, как только начинали формировать портфели под дивидендный сезон, уже больше 10-15% за полтора месяца. И это довольно-таки неплохо. Напомню, что в банке вы должны деньги положить на целый год, чтобы получить годовую доходность 15%. Здесь люди за один месяц зарабатывают, потому что грамотно сформированы портфели. Если хотите присоединиться к нашему веб-каналу, милости просим. Условия будут в нашем телеграм-канале, на который вы можете подписаться, перейдя по первой ссылке в описании или в закрепленном комментарии, или доведите свой смартфон на данный QR-код. И в рамках этого же телеграм-канала, именно в телеграм-канале, не на YouTube, пройдет очередной большой прямой эфир уже в предстоящее воскресенье. Хотите быть в курсе всех событий и получать одну из лучших аналитик, обязательно к нам присоединяйтесь в воскресенье, либо же к нам в веб-канал. Подписывайтесь на сторонние ресурсы. Это Яндекс.ЗМ, где публикуется много статей по фондовому рынку, по разбору каких-то интересных компаний, каких-то инвестиционных идей. Также ВКонтакте и запрещенная в России социальная сеть и Инстаграм. Я же с вами прощаюсь. Увидимся с вами в ближайшее время. Хорошей военной торговли. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok